На Псалом 44 Начальник ухора на музыкальном орудии Шашан Учение сынов Кореевых, песнь любви Излилось из сердца моего слово благое Я говорю, песнь моя о царе Язык мой трость скорописца Желал бы я, чтобы теперь находились здесь все иудеи-язычники При них, взяв иудею в книгу Псалмов Я и прочитал бы этот Псалом Вы знаете, что и в судилищах, и везде свидетельства о делах Тогда особенно бывают свободны от подозрения Когда оно представляется со стороны врагов Поэтому, дабы то же самое было и теперь Мы представляем свидетельства из Ветхого Завета Чтобы остудились и иудеи, и язычники Иудеи, которые читают и не разумеют И язычники, которые видят, что эти книги доставляются нам врагами Тогда они уже не станут говорить, что они сочетены нами Когда не мы, но сами распявшие Христа доставляют нам эти книги, возвещающие о Его силе Но будут ли они здесь или не будут Мы сделаем свое и приступим к изъяснению Этот Псалом написан о Христе Потому и имеет надпись о возлюбленном И о изменяемых Христос совершил в нас великую перемену И во всех делах переворот и изменения Указывая на эту перемену, и Павел говорит Если кто во Христе, тот новая тварь 2 Коринфянам 5.17 Потому и вначале пророк не сказал Сказало сердце мое Так как изрекаемое им не было чем-нибудь человеческим Но он начинал возвещать небесное и духовное Не от собственного изобретения А от божественного действия То он и выражает это словом Излилось из сердца моего слово благое Мы отрыгаем не тогда, когда хотим А слово произносим, когда хотим И произносим их и удерживаем При отрыгании же не так Поэтому желаю показать, что изрекаемое им происходит Не от человеческого усилия Но от божественного вдохновения, которое возбуждало его Он и назвал пророчество отрыгновением Как отрыжка зависит от качества кушаний Так и в духовном учении Что вкусил пророк, то и отрыгнул Так и в другом месте другой пророк Представляет то же действие чувственным образом Съедая книжный свиток и съедая с удовольствием И было, говорит, в устах моих сладко, как мед Из Экииля 3.3 Так как они принимали духовную благодать То изрыгали свойственное ей А что здесь говорится не о чувственной отрыжке И не о кушаниях Послушать, что изрыгается и кто отрыгает Это не желудок, принимающий кушание А сердце Излилось из сердца моего слово благое Что отрыгает? Не пища и не питье, но сродное такой трапезе Слово благое, слово о единородном Потому что он преимущественно благ Я не пришел, говорит он, чтобы судить мир Но чтобы спасти мир Иоанна 12.37 Все в нем кротко, все далеко от наказания Пророк отрыгает это потому, что очистил свое сердце Как желудок, когда бывает наполнен нечистыми соками Отрыгает сродное им А когда находится в здоровом состоянии То производит соответственную и отрыжку Так и сердце пророка, будучи очищено от грехов И приняв благодать духа Отрыгает слово благое Отсюда мы познаем и нечто другое Именно то, что пророки не были подобны языческим Прорицателям У тех, когда бес овладевал их душою То ослеплял ум и помрачал мысли И они произносили все так Что их ум нисколько не понимал произносимого Точно какая-нибудь бездушная флейта издавала звуки Это подтвердил и один из философов В следующих словах Прорицатели и гадатели Хотя говорят много Но нисколько не понимают того, что говорят Платон в апологии Сократа В разговоре Минон Но дух святый действует не так А напротив Он оставляет сердце разумения изрекаемого В самом деле Если бы пророк не разумел То как бы он сказал слово благое Бес, как враг и неприятель Действует на природу человеческую враждебно А дух святой, как благопопечительный и благодетельный Приемлющим его оставляет сознание И открывает уму их смысл своих вещей Я говорю песнь моя о царе Язык мой трость скорописца О каких делах говорит он? О пророчестве Как дело кузнеца сделать кирку Дело строителя построить дом Дело корабельчика соорудить корабль Так и дело пророка составить пророчество А что это есть также дело Послушай Христа, который говорит об апостолах Делатель достоин награды И Павел говорит Более всего Труждающимся в слове и в учении 1 Тимофей 5.17 Если бы оно не было делом То как оно заключало бы в себе труд? И что может быть достопочтение этого дела? Что полезнее? Оно выше всех искусств Какое же именно дело, о котором он говорит? Это самое песнопение Это самое пророчество Он не сказал какому именно царю Выражая, что это Богу всех Слово мое о царе Как мы, когда говорим о царе персидском То называем его не просто царем Но прибавляем персидский Так же о царе армянском А когда говорим о нашем царе То не имеем нужды в прибавлении Но довольствуемся одним названием царя Так и пророк, говоря об истинном царе Довольствуется одним названием царю Как говоря о вседержителе Мы не имеем нужды в каком-нибудь прибавлении Потому что нет другого вседержителя Так и говоря, об этом царе мы не имеем нужды в каком-нибудь другом прибавлении, потому что нет другого царя Бога. Притом и говорящий сам был царь. Отсюда очевидно, что он говорил не о человеке, но о Боге всех. Поэтому он не сказал, что о другом царе, означая господство божественное. 186. Далее, опять желая показать, что изрекаемое не было произведением человеческого ума, размышлений и сочинений, но божественной благодати, а он сам послужил одним только языком, пророк говорит, язык мой трость скорописца. Трость пишет то, что велит рука, которая держит ее. Для чего сказано быстрое? Для того, чтобы и этим указать на благодать. Кто говорит о самого себя, тот останавливается, медлит, обдумывается, теняясь, затрудняясь и незнанием, и неуверенностью, и мнительностью, и во многом встречает остановку, быстрота его речи. А когда дух движет умом, тогда ничто не препятствует, но как водяной поток, изливаясь, течет с великой стремительностью, так и благодать духа несется с великой скоростью, производя все легко, все удобно. Потом объясняет то же самое и показывает, что в изрекаемом нет ничего человеческого. Он продолжает стих 3. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Некоторые утверждают, будто это сказано об языке, что он есть трость скорописца. Но мне кажется, что пророк говорит уже о Христе. Поэтому, исполнившись вдохновения, он уже беседует со Христом и к нему обращает речь свою. Так, по великой пламенной любви ко Христу, он обращал речь, как и Яков говорил, молодой лев с добычей поднимается, преклонился, он лег, как лев. Бытие 49.9. Исполнившись вдохновение, беседует со Христом. Притом, говорит, несравнительно, не сказал, прекраснее, но прекраснее всех сынов человеческих. Его красота, говорит, иная, нежели это. И смотри, как он в самом начале говорит о домостроительстве Христовом. А что это относится к домостроительству, видно из следующего. Сказав, ты прекраснее сынов человеческих, пророк присовокупляет, благодать излилась из уст. Бог не имеет уст, но здесь говорится о домостроительстве. Слово «излилось» не то значит, как бы если он что-нибудь сказал, находясь внутри, оно переполнилось, прорвалось. Как же другой пророк говорит, видел его, и не было в нем ни вида, ни величия, но он был обезображен более всех сынов человеческих. Исаия 53.2. Он говорит не о безобразии, да не будет, но об уничижении Христовом. Благоволив сделаться человеком, Христос прошел все ступени, степени уничижения, не избрал себе матерью царицы, в пеленах был положен, не на золотом ложе, но в яслях, и воспитан не в великолепном доме, но в бедной хижине плотника. Также при избрании учеников взял ни риторов, ни философов, ни царей, но рыбарей и мытарей, и проводил самую простую жизнь, не имея дома, не облачаясь в драгоценной одежды, не наслаждаясь такой же трапезой, наполучая пропитание от других, претерпевая обиды, презрения, гонения, преследования. Это делаем для того, чтобы совершенно попрать гордость человеческую, вот потому-то, что он не окружал себя пышностью и великолепием, не имел при себе телохранителя и копьеносцев, но ходил иногда и один, как простой человек, пророк, и говорит, видели его, и не было в нем ни вида, ни величия. А Давид говорит, прекраснее сынов человеческих, указывая на благодать, премудрость, учение, чудеса его. Далее изображая эту красоту и говорит, благодать излилась из уст твоих. Видишь ли, что здесь говорится о домостроительстве? Какая же это благодать? Та, которую он учил, которую творил чудеса. Пророк говорит здесь о благодати, не сшедшей на плоть Христову. На кого, сказано, увидишь духа, сходящего, как голуби, пребывающего на нем, тот есть крестящий духом. В этом, в этот храм извелась вся благодать, потому что не в меру Бог дает ему духа. Мы от полноты его приняли, а сам этот храм получил всецелую благодать. Тоже выражает Исаий, когда говорит, почеет о нем дух премудрости, разума, дух совета и крепости, дух ведения, благочестия. Страхом Божиим исполнит его Исаий 11.2. Здесь всецелая благодать, а в людях только малая часть, капля этой благодати. Поэтому Бога не сказал, дам духа, но и залью от духа моего на всякую плоть. Игелия 20.28. Так и сбылось. Вся вселенная получила от этого духа. Дар начался с Палестины и распространился в Египет, Синикию, Сирии, Килики, Наифрат, Месопотамию, Каппадокию, Галатию, Скифии, Фракии, Элладу, Галлию, Италию, всю Ливию, Европу, Азию, на самый океан. Но для чего исчислять много? По всякой земле, какую озаряет солнце, распространилась эта благодать. Эта капля, эта частица духа наполнила ведением всю вселенную. Ею совершались знамения, разрешались в грехе всех. Между тем, эта благодать, подаваемая в столь многих странах, есть только некоторая часть и залог дара. И дал, говорит Павел нам, залог духа в сердца наши, разумея часть его действия, потому что утешитель не разделяется. И смотри, каков этот источник. 1 Коринфянам, 12 глава, 8 стих. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом. Иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Столько дарований в столь многих народах распространила по всей земле благодать, подаваемая в крещение. И все это совершает капля духа. А что это действительно была капля, открывается из слов. И залью от духа моего, и из названия, залог. Отсюда видно, что дана людям только некоторая малая часть целого. Потому и Иоанн выражает и говорит, и от полноты его приняли все мы. Иоанн 1,16. Или, так сказать, от преизобилия, от преизбытка, от переполнения мы все получили. Представь же, как все довольны благодать духа, когда ее достает на такую вселенную. На столько веков, и при том она не уменьшается, не истощается, но всех наполняет благодатным богатством, а сама нисколько не оскудевает. И так как слово «дух» имеет много значения, потому что этим именем называется и ангел, и душа, и ветер, и многое другое, то прибавлено от духа моего, как дух человека сроден человеку, так и дух Божий Богу, пребывая, впрочем, и в собственном лице. Выражая это, и Павел говорит, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 1 Коринфянам 2,11. Не сливая божеских лиц, да не будет, но показывая превосходство естества духа. Каково, следовательно, согласие души с самим собой, таково и с родства духа с отцом. Как сын называется словом? И однако он не безличен, то из этого мы познаем его с родства с отцом. Так и дух Божий называется духом, и однако он не безличен. И как сын потому сообщает нам усыновление, что он есть истинный сын отца, так и дух. Потому сообщает нам дарование, что он по природе есть существо божеское. Так и человек, потому что он человек, может написать образ человека. Поэтому возлюбил тебя Бог навеки и благословил. Видишь ли, как пророк постоянно обращает речь ко Христу из любви к нему? Поэтому и в других местах он не просто изрекает пророчество, но в виде обличения. Когда, например, говорит, напрасно метутся язычники, народа замышляет тщетное. Так точно и здесь говорит. «Посему благословил тебя Бог во веки». Не сказав ничего ни о рождении его, ни о воспитании, ни о прочем, пророк этим ограничивает речь свою о нем. Почему? Потому что говорит обо всем по порядку свойственно евангелистам. Им он и предоставил это. И действительно, им надлежало повествовать о нем, о том, а пророчеству свойственно брать некоторые черты и об них говорить. Так пророки всегда и поступают. Они упоминают о немногих обстоятельствах события, и при том прикровенно и оставляют их. Так этот пророк говорит. «Благословил тебя Бог во веки». Выражая, какой благодати исполнены были слова его. И посмотри на силу благодати его. Однажды проходит он близ моря и находит Якова и Иоанна, и говорит он, «Следуйте за мной, и сделаю вас словами человеков». И они тотчас оставили отца своего из сети и пошли за ним. Матфея 4.19. Потом в другое время он говорит всем ученикам, «Не хотите ли вы отойти от меня?» Петр, отвечая, сказал, «Господи, у тебя глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Кому нам идти?» На что я говорю об учениках? Сами фарисеи, послав к нему служителей, услышали от них, что никогда ни один человек не говорил так, как сей человек. И другие также говорили, «Ничего такого не бывало в Израиле». И удивлялись, говорит евангелист, потому что учил он их, как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи. Матфея 7.29. 189. «Если ты хочешь познать эту благодать, то послушай, как строги заповеди его, и увидишь ее силу. «Кто не отречется от всего, и не возненавидите душу свою», сказал он, «тот не достоин меня». «И однако это слово смогло осуществиться на деле. Так велика благодать его, что для человека ближе души, что, но и она была презираема по его заповеди. Впрочем, слыша слова, «Благословил тебя Бог, ты не приткнись, но не представь чего-нибудь низкого». Здесь, как я прежде сказал, идет речь о плоти его, которая имеет уста, принимает благодать, принимает благословение. Бог не имеет нужды ни в благословении, ни в благодати, потому что Божество ни в чем не нуждается. Христос говорит, «Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын, кого хочет, оживляет. И еще, дела, которые Он творит, и Сын также творит. И еще, как знает Меня Отец, и Я знаю Отца». Слова «так и так же» выражает безразличие. А здесь говорится о домостроительстве Христовом по плоти. «Мы слышим, как еще Он сам говорит о себе. Посему и любит Меня Отец, что Я душу Мою полагаю за овец». Но разве прежде Отец не любил Его? Как же Он говорит? «Сей есть Сын возлюбленный». Нет. Те слова изрек Он для того, чтобы показать величие подвига. Поэтому, как там причина приводится не без основания, так и здесь причина очевидна. Сказав наперед, «Украсил тебя добротою боли сынов человеческих и взялась благодать из уст твоих», пророк потом и говорит, «Посему благословил тебя Бог вовек», обращая речь к домостроительству воплощения, чтобы когда опять будет говориться что-нибудь несоответственное божескому его достоинству, «Ты не приткнулся, но знал, о ком идет речь». Так и Иаков, указывая на то же домостроительство после того, как сказал многое, говорит, «Радостны очи его, как вино, и белые зубы его от молока, но божество не имеет зубов». И другой пророк говорит, «Поразить землю словом уст своих и духом уст своих убьет нечестивого». Выражая то же самое, что и Павел говорит, «И Господь убьет духом уст своих и упразднит явлением пришествия твоего». И так, чтобы ты, услышав это, не имел низких мыслей о Христе, пророк показывает тебе силу божества его. Он не обеляет в нем ни плоти от божества, ни божества от плоти, впрочем, не сливает их естеств, да не будет, но показывает их единение. Потому и говорит, «Благословил тебя Бог вовек». Каким же образом совершается это благословение? Ангелы и архангелы предстоят ему, престолы, господство, начало, власть и воссылает ему хвалу. Вся земля от конца до конца славословит, воспевает и величает воплотившегося Бога. «Первый Адам подвергся великому проклятию, а этот напротив великому благословению. И тот услышал, проклят ты в делах твоих». Бытие 3.17.4.11. Также и бывшее после него «проклят творящий дело Господне с небрежением». Иеремия 48.10. «Еще проклят всякий, кто не исполняет постоянно написанное в книге сей. Второзаконие 27.26. Еще проклят висящий на дрею». Второзаконие 21.23. «Видишь ли, сколько проклятий? От них освободил тебя Христос, сам соделавшись клятвою». Галатам 3.13. «Как он уничижил себя для того, чтобы тебя возвысить, и умер для того, чтобы тебя сделать бессмертным, так и сделался клятвой для того, чтобы тебя исполнить благословение». Что может сравнить и с этим благословением, когда посредством клятвы подается благословение? Не сам он имел нужду в благословении, но подает его тебе. Как тогда, когда я говорю, что он уничижился, я разумею, не какую-нибудь перемену в нем, но домостроительное его снисхождение, так и тогда, когда я говорю, что он получил благословение, разумею, не то, будто он имел мужду в благословении, но опять выражает домостроительное его снисхождение. Итак, благословение относится к человеческой его природе. Христос, воскресший из мертвых, более не умирает применам 5.6. «И не подлежит клятве». Или лучше сказать, он и прежде не подлежал ей, но принял на себя клятву для того, чтобы тебя избавить от нее. Солом 44.4. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильной, славою твоею и красотою твоею». Что значит такой переход и такая перемена речи? Говоря об учителе, а таков смысл слов, излеваясь благодать из уст твоих, пророк внезапно изображает нам вооруженного царя, и при том не в виде пророчества, но в виде просьбы. Он не сказал «припаяшься мечом своим», но просит и говорит «припаяшь себя мечом твоим». Потом к этому вооружению превосокупляет красоту, представляя его то вооруженным, то прекрасным. Красотой, говорит, твоею, добротою твоею, а далее стрелком. Стрелы, говорит, твоею, изощренные, сильные, острые стрелы твои. И опять победоносным и торжествующим народы падут перед тобою, а не сердце врагов царя. Наконец этого самого воина царя, стрелка победителя, представляет намащенным благовониями. «Вся одежда твои, как смирный алой и кассия». Что общего между оружием и благовониями? Между мечом и намощением, между ротоборством и учением, между луком и украшением. Последние знаки мира, а первые войны и сражения. Кто же этот мирный и вместе воинственный, источающий благовония и вместе облегшись в оружие, исходящий из великолепных чертогов и вместе истребляющий тысячи врагов и производящий такие поражения. Как мы разрешим это недоумение? Если верно узнаем, что и об отце его говорится тоже, так и отца пророк в другом месте представляет вооруженным, когда говорит, если кто не обращается, он изощряет меч свой, напрягает слух свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смертные. Псалом 7.13. И еще в другом месте говорится «облечется в броню правды» при мудрости 5.18. Видишь одинаковую их власть? Как там говорится «оружие свое и застрит, ни по чему либо по велению, но сам собою». Так и здесь говорит «стрелы твои изощренны, остры, народы падут перед тобой, а не в сердце врагов царя». Потом желая выразить, что Господь совершает все собственные силы, пророк говорит «престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». Точно так же говорит и пророк. Ты ни от кого-нибудь другого, говорит, получаешь силу, но сам в себе довольно имеешь ее. И сам Бог мира послушает, что говорит ученикам. «Не пришел я не звести мир на землю, но меч» Матфея 10.34. «И еще огонь пришел я не звести на землю, и как хочу, чтобы он возгорелся» Лука 12.49. «А пророк говорит и о том, как он придет, сойдет, как дождь на руно, и как капли-каплищи на землю» Псалом 71.6. «Все это я говорю для того, чтобы вы были внимательны и, уразумев в точности смысл выражения, разрешили для себя недоумение». Приведенные выражения означают действия Божие. Так и здесь, когда ты слышишь «припаяшь меч твой по бедру сильный», то знаешь, что этим означается его действие, равно как и словами лук и стрелы. Как приписывая Богу гнев, Писание не страсть усвояет ему, но означает этим выражением наказующее действие его и имеет в виду тронуть людей грубых. Так и приписывая ему оружие, оно выражает то же. Так как мы наказываемся не сами собой, но посредством других орудий, то пророк, желая показать наказующую силу Божию, выражает ее знакомыми нам названиями. Не для того, чтобы мы представляли у Бога оружие, а чтобы ощутительнее выразумели его наказание. Но скажем, многие потерпели от этого вред, без причины, напрасной и по собственному неразумию. Уже и по тому самому, что говорится о Боге, они должны были понять, что здесь говорится в переносном смысле. Но Писание еще и другими выражениями не приминуло вразумить их, что Бог бесстрастен. В другом месте послушай, как пророк выражает скорость божественного наказания. Да воскреснет Бог, и распочатся враги его. Нужно ли оружие? Нужен ли меч? Довольно, говорит, одного только воскресенья. Но это еще чувственное выражение. Поэтому в другом месте он говорит, презирает на землю, и она трясется. Псалом 1332. И еще, пред лицем его трепещет земля. Но это еще чувственное выражение. Послушай более высокое. Все, что восхотел, сотворил. Для него довольно только захотеть. Впрочем, и здесь смотри, как в самых чувственных выражениях пророк внушает, что Бог ни в чем не имеет нужды. Он не прежде упомянул об оружии, как, назвав его сильным и исчислив оружие, всю победу приписал его деснице, то есть его существу и его могуществу. И другой пророк выражая тоже сказал, начальство его, сила его, на раменах его. И сказал, не для того, чтобы ты представлял в Боге раму, то есть плечо, да не будет, но чтобы знал, что Бог не нуждается в содействии других. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильной, славою твоею и красотою твоею». О чем говорит здесь пророк? Этими чувственными выражениями он означает силу Христа, которую он восстановил вселенную, которую он окончил войну и поставил трофей. Подлинно была война жестокая, жесточе всех других войн, не против враждебных варваров, но против бесов, нападающих на нас и развращающих всю вселенную. Потому и Исаия сказал, между сильными будет делить добычу. Еще Дух Господень на мне, он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение. Потому Павел везде в написании посланий говорит, благодать вам и мир от Бога Отца нашего, и еще «Он есть мир нас, сотворивший из двух одно». Эфесянам 2.14. «А чтобы ты слышал слова, припаяшь меч твой, не разумел меча чувственно, то приставок купляет и следующее пророк. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильным, славою твоею и красотою твоею». То есть меч его, красота его, доброта его, слава, достоинство, величие, великолепие. Божественное существо ни в чем не имеет нужды для исполнения своих предначертаний. Оно все довольна. Таким образом пророк призывает его выйти на брань за вселенную. Далее от выражений высоких опять нисходит к чувственным. После слов «меч» и «бедро», упомянув о красоте, он опять переходит к чувственным выражениям и говорит. «Надень и у царствуй». Словом «припаяшься» он указывает нам на лук и стрелу, а потом опять желай показать, что для него не нужно оружие, присовокупляет. «И красотой твоей, всем украшением твоим поспеши воссять на колесницу. Ради истины и кротости и правды десница твоя покажет тебе дивные дела». Царство же, разумеется, здесь то, которое он пришедший устроил в последние времена. Царство общения и ведения. Сказанные слова выражает сильное желание пророка, уже созерцающего деяния Христа и вселенную, руководимую им к истине. Поэтому он и употребил эти выражения в повелительном наклонении. Такие выражения обыкновенно употребляет и низшая из пламенной любви к высшим. «Ради истины, кротости и правды». Приводит имя истины. Видишь, как Писание объясняет само себя и показывает, что эта победа – умосозерцаемая и духовная. Упомянув об оружии, мече и луке, для чего пророк говорит здесь о кротости? Какая связь между кротостью и войной, смирением и сражением? Великая, если рассмотреть внимательно. Так и Давид и Моисей были мужи кроткие. О первом Писании говорит «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его». Псалом 131. «Та же и мыслью Моисей был кратчайший человек из всех живущих на земле». Числа 12.3. «И однако эти мужи, кратчайшие из всех, были строжайшими из всех. Впрочем, если желаете, скажем наперед об их кротости. Блаженный Давид неоднократно улавливая Саула и именивая возможность умертвить его, не наложил на него руки. Когда и другие советовали ему умертвить, он пощадил Саула и укротил свой гнев. Та же, когда Семей столько оскорблял его и смеялся над его тогдашним несчастьем, и когда военачальники хотели догнать и убить дерзкого оскорбителя, то какие произносит он слова, исполненные всякой мудрости?» Второе царство 16. «Равно и в отце-гонителе и бесстыдном юноше, как он просил своих военачальников, пощадите мне, говорит, отрокови солома. И вначале, когда он разговаривал с братьями своими, негодовавшими и завидовавшими будущей его победе, представь, как он кротко отвечал, не слова ли это? А Моисей послушает, что говорит он о тех, которые бросали в него камнями и хотели умертвить его, если бы могли. «Если не оставишь им грехи, Господи, то и меня изглать из книги жизни, в которую вписал Исход 32-32». Так же, когда другие возбуждали в нем ревность, хотели раздражить его, он произносит следующие любомудрые слова «О, если бы и все в народе стали пророками!» Так же за сестру свою, порисавшей его, какую он возносит молитву, число 12-13. И во многих других случаях можно видеть кротость его, когда, например, возбранено было ему войти в землю обетованную, в Палестину. Он со всей кротостью беседует с иудеями. И однако этот кроткий муж нашел справедливым, чтобы Дафана, Верона и Корея, восставшие против священства, были поглощены землею, а другие, принесшие чужды огонь, были сожжены. И кроткий Давид поразил Голиафа, прогнал войско и одержал победу. Вообще кроткому свойственно прощать обиды, нанесенные ему, и мстить за обиды, нанесенные другим. Так поступал и Христос. Он на кресте говорит «Отче, прости им, ибо не знает, что творят». И, оплакивая, Иерусалим говорит «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, и не захотели. Вот, оставляется дом ваш пуст». Будучи заушаем, сам не заушал, но и оправдывался перед заушающими. Будучи называем беснующимся, изгонял бесов. Будучи называем обманщиком и нечестивцем, руководил людей в Царство Небесное. И ученикам своим он заповедовал всегда переносить мучения, преследования, гонения и занимать низшее место. Если, говорит, кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугою. И в пример приводил самого себя, как, говорит, сын человеческий пришел не для того, чтобы служили ему, но чтобы послужить и отдать душу свою для избавления многих. Если же он изгонял бесов, поражал дьявола, истреблял заблуждения, то это есть доказательство особенной кротости, чтобы всякое зло истреблять, а одержимых им освобождать от него, враждующих бесов поражать, а страждущих от них избавлять от бедствий. Чего же ради истинной кротости и правды. Сказал о войне, сказав о приготовлении к борьбе, показал вооруженного воителя. Пророк говорит теперь о доблестных делах его царствования. Показывает рот трофея, объясняет свойства победы. Другие цари, люди, все ведут войну или за города, или за деньги, или по вражде, или по тщеславию, а он не по чему-нибудь подобному, но ради истины, чтобы насадить ее на земле, и кротости ради, чтобы сделать кроткими людей, которые свирепи диких зверей, и правды ради, чтобы страждущих подвигом беззакония сделать праведными. Сначала по благодати, а потом и за добрые дела их. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Видишь ли, как пророк опять открывает достоинство, совершающего все это. Выше он сказал об оружии и мече, и перешел к красоте, и возвел слушателя к невещественным понятиям. Потом, не сшедши к чувственным выражениям, к луку, стрелам, мало-помало опять возвел слушателя, сказав о причинах борьбы, истине, кротости, правде. А теперь он изображает и самый образ победы. Какой же именно? И десница твоя покажет тебе дивные дела. Смысл слов его следующий. Это существо сильно само собою. Сила его сама по себе достаточна, как для того, чтобы видеть все нужное к исполнению, так и для того, чтобы привести все это к окончанию. Хорошо выразился? И другой переводчик покажет страшная десница твоя. И действительно, дела его весьма страшны и ужасны. Разрушена смерть. Расторгнут ад. Отверст рай. Открыто небо. Обузданы бесы. Соединилось горнее с дольним. Бог сделался человеком. Человек вошел на царский небесный престол. Оживилась надежда воскресения, чаяния бессмертия. Вкушение неизреченных благ и все прочее, что совершилось с его пришествием. Потому другой переводчик и говорит. Наставить тебя на страшная десница твоя. Выражая, что это существо сильно само собой, что силы его достаточны и для составления, и для исполнения предначертаний. А семьдесят толковников сказали. Наставить тебя дивная десница твоя. То есть не только дела его достойны удивления, но и то, как чудно они совершены. Смертью попрана смерть. Клятвою разрушена клятва. И подано благословение. Через вкушение мы изгнаны прежде из рая, и через вкушение опять введены в рай. Дева изгнала нас из рая. Через Деву мы обрели вечную жизнь. Чем осуждены, тем и увенчаны. Сотверцая все это, пророк и говорит, наставить тебя дивная десница твоя. Нужно ли для него оружие? Нужен ли меч, лук и стрелы? Видишь ли, как это существо сильно само собой. Но смотри, как пророк опять, подобно искусному художнику, нисходит от высоких выражений к чувственным. Изощренные стрелы твои остры. Народы падут перед тобой, а не в сердце врагов царя. Упомянув о стрелах, смотри, как он опять прибавляет слово «сильный», дабы ты знал, что Христос не имеет нужды в стрелах, а силен сам собою. Порядок мыслей таков. Остры стрелы твои сильны, сердце врагов царя. А слова «падут народы пред тобой и поставлены среди них». Здесь, мне кажется, двоякий смысл. Или пророк говорит о пленении иудеев, покорении и разрушении их города. Или в переносном смысле называет стрелами силу слова евангельского. Подлинно, быстрее стрелы это слово прошло по всей вселенной и коснулось сердца прежних врагов царя. Не для того, чтобы умертвить их, но чтобы привлечь их к себе, как случилось и с Павлом. Не погрешит, кто назовет стрелой то слово, которое, шедше с неба, коснулось сердца прежнего врага и сделало его другом. «Падут перед тобою народы». Видишь ли успех войны? Примирение бывших прежде противниками, научение их оглашения. Это падение и подпадение под власть его служат для всех основанием и источником возвышения, потому что он покорил их себе, освободив от гордости, тщеславия и бесовского заблуждения. Другой пророк представляет его обогренным кровью и говорит «Кто сей, пришедший от Идома в червленных одеждах от вассора» Исаия 63.1. Здесь не говорится об оружии, луке и стрелах, а об одежде. Выражение также чувственное, но менее чувственное, нежели у псалмопевца. И здесь также при самой чувственности выражения пророк возводит мысль к предметам бестелесным. На вопрос «Почему червленые ризы?» Он отвечает «Я топтал, точила, один», выражая легкость победы и то, что он не имел никого своим помощником, что он силен сам по себе. Как там сказано «И десница твоя покажет тебе дивные дела», так и здесь «Я топтал, точила, один». Как легко для виноделателя выжимать ногами виноград, так легко и для Бога совершать, что хочет, или даже не так, а гораздо легче. «Престол твой, Боже, вовек! Жезл правоты, жезл царства твоего! Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих!» Что скажешь здесь, Иудей? О ком это говорится? Что скажет еретик, если скажет, что говорит об отце престола твой, Боже, вовек, то как отнесет к нему следующие слова его «Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, а отец не Христос, и помазан был не он?» Отсюда ясно, что здесь говорится о единородном, о котором и выше было заговорено, о котором Исаия сказал, что царству его не будет конца. Но, может быть, кто-нибудь спросит, почему пророк говорит теперь о Божестве Христовом, между тем, как прежде говорил о домостроительстве, о воплощении. Так поступает евангелист Матфеев. Он начинает с воплощения и в самом начале говорит «Книга родословия Иисуса Христа». Подобным образом поступают Лука и Марк, один только Иоанн Иночи. Он сначала говорит о Божестве, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И сказав о нем многое, потом уже говорит, и Слово стало плоти и обитало с нами. Впрочем, хотя он при написании Евангелия поступил противоположно другим евангелистам, но и при этом показал великое с ними согласие. Но скажешь, сообразно ли с разумом, чтобы в противоположном было согласие? Разве ты не знаешь, что есть и не есть, пить и не пить, и давать и не давать суть действия противоположной между собою? И однако врач нередко употребляет то и другое вместе, не противореча самому себе, но действуя вполне согласно с самим собою. Он имеет в виду только одно – здоровье больного. Тоже было и с евангелистами. Также лето противоположно зиме, но у них одна цель – возрастание и созревание плодов. И весь мир состоит из противоположностей, но в нем видна великая стройность ко благу нашей жизни. И Христос шел путем противоположным Иоанну Крестителю. Он вкушал, а тот не вкушал. Пришел, говорит Иоанн, не ест и не пьет, и говорят, бес в нем. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Но хотя действия были противоположны, они имели в виду одну цель – спасение уловляемых. Так и в порядке повествования о божестве и воплощении. Хотя Иоанн поступает противоположно прочим евангелистам, однако он весьма согласен с ними. А почему так, я объясню. Это потому, что вначале, когда слово еще не было посеяно, надлежало останавливаться на учении о домостроительстве и внушать учение воплощении, начиная с более чувственного и вещественного. А потом, когда это учение утвердилось, когда эта проповедь принята, благовременно было восходить и выше. Потому и пророки, когда говорят о Христе, прежде всего начинают речь с домостроительства, воплощения. Так, смотри. Михей начинает. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, как немало во владениях Иудинах, но из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Михей 5.2. Из Вифлеема, конечно, произошло не божество, а плоть. Но не останавливаясь на одном этом, он восходит и к божеству. И происхождение его от начала дней вечности. Так Исаия говорит, «Все девы во чреве примет и родит сына, нарекут имя ему, Эммануил, что значит с нами Бог». Видишь ли, как и он от плоти восходит к божеству. Так же поступает он в другом месте, когда говорит, «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, властелин, князь мира, отец вечности. Видишь ли, как он опять, начиная с отрочества и воплощения, и как бы восходя по ступеням, останавливается на божестве. Так и отец его сначала был познаваем из творения. Ибо невидимое его, говорит Павел, вечная сила его от создания мира через рассматривание творений видимы. И сам Бог часто является в чувственном образе, мало по малу возводя род человеческий к невещественным понятиям. Впрочем, удивительно ли, что он делал такое распоряжение касательно догматов, если в предписаниях и заповедях он поступает точно так же. Потому и пророк здесь так располагает речь свою, восходя от плоти к божеству. Уста относятся к плоти, от божества нисходя опять к плоти. И таким разнообразием речи, устрояя спасение получаемых, престол Твой Божий век века. Престолом называется здесь не просто престол, но царство. Здесь он называется вечным, а в другом месте – высоким. Видел Господа, говорит Исаия, сидящего на престоле высоком. И еще – высок престол Твой, Исаия 26.11. Другой пророк видел Господа сидящим на престоле славы. Даниила 7.9. А Давид указывает на престол человеколюбия. Милость и суд от престола исходит. Все это сказано о царстве его, то есть, что оно бесконечно. Таков смысл его в век века, что оно славно, высоко, крепко и могущественно. А что оно безначально, это выражает пророк в другом месте, когда говорит «и царство Твое – царство всех веков». Как престол есть знак царства, так жезл – знак и царства, и судебной власти. Потому пророк и говорит «жезл правды, правоты – жезл царства Твоего». Там чистая справедливость, там чистая праведность, там нет ничего прикровенного. Пусть выслушают это люди неистовствующие и сумасшедшие или того худшие. Кто же эти люди? Те, которые осуждают промысл Божий и спрашивают «почему то и то произошло таким образом?» Подлинно, не безумно ли? Тогда как от плотника, разрубающего и распиливающего дерево, присутствующий и видящий это, не требует ни объяснения, ни отчета, и у врача растекающего и прижигающего тела или заключающего больного в тесной комнате и предписывающего ему диету, ни один из присутствующих не сам больной, не спрашивают о причинах его распоряжений, и кормчего, натягивающего веревки и распускающего паруса, или спускающего и погружающего бока корабля, не допрашивают и не исследуют причины действия каждого из этих мастеров, но молчат и остаются спокойными, хотя они часто погрешают в своем деле. От неизреченной премудрости, от неизреченного человеколюбия, от беспредельного промысла спрашивать причины и требовать отчета. Не безумно ли это? Оказывать помощь и отдавать имущество в пользу обижаемых и бедных решается не скоро, а постоянно допытываются, почему такой-то стал нищим, почему такой-то беден, почему такой-то богат. Раб лукавый и неразумный, почему ты не опускаешь очей своих вниз, не осуждаешь самого себя, не обузываешь своего языка и не удерживаешь своего ума, почему, перестав исследовать все это, не обращаешь своей любознательности на собственную жизнь. Посмотри на свои дела, на бездну своих грехов, если ты заботлив и любознателен, потребуй от самого себя отчета в словах, которые ты говорил, и делах, которые ты делал, а теперь ты оставишь себя самого без исследования между тем, как такая беспечность принесет наказание, а такое исследование послужило бы ко спасению. Осмеливаешься судить Бога и прилагаешь новый грех к грехам своим. Разве не слышишь пророка, взывающего к Богу, жезл правоты, жезл царства твоего и другого, который говорит, суть его, как свет выйдет. Осия 6.5. Если ты не знаешь в точности всех дел Господа своего, то за это прославляй его, за это особенно поклоняйся ему. За неизреченное его величие, за непостижимое его промышление, за многообразное и премудрое его попечение. Возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Сказав выше о славных делах Христовых, победах, трофеях, спасении вселенной, которые он исполнил истинной кротости, правды, и желая показать, что всему этому и следовало быть, пророк далее говорит о достоинстве совершившего это, что он есть Бог, царь бесконечный, неподкупный судья, любящий праведных и ненавидящий злых. Так как он таков, говорит, то им и совершено все это. Поэтому никто пусть не сомневается. Совершивший все это совершил, как могущий и желающий этого. Сказав возвышенно о божестве его, пророк опять низводит речь к плоти его и говорит, посему помазал тебя, Боже, Бог твой. Другой переводчик говорит, на сие помазал тебя, на то, чтобы исполнить сказанное, истребить беззаконие, насадить правду, совершить то, что ты совершил. Но не смущайтесь, когда слышите, что все это приписывается и отцу. Писание говорит так, не отнимай у него этих дел, но приписывая отцу свойственное сыну, равно как и свойственного отцу приписывается сыну. Ибо мое все твое, сказал Господь, и твое мое. Так и Павел, беседая о воскресенье, говорит, Бог воздвиг его из мертвых. Аян говорит, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Что значит илья и радости? Христос помазан был не Илеем, а Духом Святым. Поэтому пророк и присвокупил, воли и соучастников твоих, выражая то самое, что никто не был помазан так, как он. Прежде Христа было много помазанников, но ни одного такого. Было много агнцев, но он превосходнейший. Было много сынов, но он единородный. Все это свойственно ему преимущественно, не только по божеству, но и по домостроительству воплощения. Потому что никто, кроме его, не был помазан таким духом. Не удивляйся, что пророк называет это Елеем. Он, как пророк, говорит прикровенно. Хорошо сказал он. Хорошо сказал он. Радости. Чтобы показать, что это дело радостное, так как плод духа – любовь, радость, мир. Другой переводчик говорит – Елеем красоты. А в еврейском – украшение, славы, красоты. Если же сказать веселье, то это справедливо. Как слыша о мече, стрелах и луке, ты разумеешь не меч, стрелы и лук, но силу Христову совершившую все то, о чем я выше сказал. Так и слыша о Елее, не разумей простой Елей, но помазание. Елей был только знаком духа, а главное и необходимое – дух. Если так, то не сомневайся называть его помазанником. Как назывался помазанником Авраам и пророки, хотя и не все они были помазаны Елеем. Как сказано, не прикасайтесь к помазанным моим, и пророка моим не делайте зла. Когда же был помазан Христос? Когда сошел на него дух в виде голубя. Более соучастников пророк называет здесь всех исполненных духа, как говорит Иоанн, и от полноты его все мы приняли. А Христе говорит, не мерой дает духа. Еще сказано, и залью от духа моего на всякую плоть. А там не говорится от духа. Но весь дух сошел на него. Почему и сказано, не мерой бог дает духа. Некоторые говорят, что этими словами пророк указывает на погребение, а другой говорит, что он выражает особый род помазания. В древности помазание совершалось не этими благовонными мастями, а другими. И дабы ты убедился, что это особый род помазания, он и означал различия веществ, различия силы. Слова. Все одежды твои показывают, что и одежды Христова были исполнены благодатью. Так кровоточиво и остановило потоки крови, прикоснувшись к краю одежды его. Впрочем, то и другое объяснение принять нет никакого препятствия. По моему мнению, можно принять то и другое. Притом, нам ничто не препятствовать опять сказать то же. Как слыша о луке, мече и подобных вещах, ты не разумеешь их чувственно, так и слыша о смирне и кости, ты разумеешь их не чувственно, а духовно. Из сердога слоновой кости увеселяет тебя. Дочери царей между почетными у тебя. Сказав о том, что Христос совершил, пророк говорит теперь о чести, последовавшей за его делами, что ему будут поклоняться в драгоценных храмах. Слоновая кость в древности была самым дорогим и любимым веществом. Вот почему и другой пророк сказал, горе вам спящее на одрах из слоновых костей, а моста 6.4. Здесь опять показывается, что проповедь коснется не только бедных, но и покорит и царство. И воздвигнуты будут Христу великолепные храмы. Это уже, как видно, избывается на самом деле. Желая показать силу проповеди, пророк говорит, как она уловила, как пленила жен и мужей бедных и богатых, самих венценоса и супруга их, и как везде воздвигла храмы Богу. Потом, так как уже до этого дошла речь, он еще более распространяет и изображает тех, которые совершают перед ним служения и молитвы. Показал, как народы пали перед ним, как он коснулся сердца их, как победил врагов, как наставила его десница его, как он насадил истину, кротость и правду. Теперь пророк употребляет переносный смысл, образ речи, изображая как бы на картине церковь. И то, что впоследствии сказали апостолы, в один словах обручил вас единому мужу, чтобы представить чистой девой Христу, 2 Коринфянам 11, 2. Другой, имеющий невесту, есть жених, Иоанна 3, 29. И третий, уподобило царство небесное человеку-царю, который соделал брак сыну своему. То же самое и он предвозвещает, представляя невесту и вместе царицу. Дочери царей между почетными у тебя стала царица одеснует тебя в афирском золоте. Стала, то есть твердо стала, неподвижно, как и Христос говорит в другом месте. И врата ада не одолеет ее. Видишь ли величие чести? Видишь ли высоту достоинства? Попранный, униженный он возвел на такую высоту, что она предстоит Богу. Пленная, отринутая, прелюбодейная и нечистая. И видишь, какого достигла достоинства? Она предстоит Богу вместе с служебными силами. Сын, как равночестный отцу, сидит одеснуя его, а она стоит, потому что она, хотя и царица, есть существо сотворенное. Как же Павел говорит, и с ним воскресил, посадил нас на небесах во Христе Иисусе, в Христе 2.6. Но в них невнимательно. Он не просто сказал, воскресил и посадил, но во Христе, то есть через Христа. Так, как, говорит, глава наша горе, и мы, а мы тело его, то когда глава сидит в горе, и мы участвуем в этой чести, хотя и стоим. Стала царица одеснуя тебя в афирском золоте. И как у царя мы разумеем не вещественные лук и стрелы, так и у невесты разумеем не вещественные одежды. Но от чувственных вещей возвышайся к Богу приличным мыслям. А чтобы никто не разумел здесь чего-нибудь подобного, пророк превосокупил. Вся слава царицы внутри ее. Внутри. Одежда более всего прочного открыта, и на виду у всех, кто смотрит. Впрочем, таковы одежи телесные. А когда говорится о духовных, то устремляй око ума своего внутрь. Эту одежду царь соткал и облег ей церковь в крещении. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Прежде она была нагой и безобразной. Доступна для всех проходящих по пути. Но как скоро облеклась в эту одежду, то вознеслась на высоту и удостоилась стоять одесную Бога. Хорошо пророк называет ее в одеждах. Встала из афирского золота. Одежда ее не однообразна, потому что для спасения нужна не благодать только, но и вера, а с верою и добродетель. Впрочем, теперь идет речь не об одеждах. Дух не имел особенной цели описывать золотые одежды жены. Если Исаия обличает жен, который украшает себя и везде роскошь осуждается, то как он стал бы хвалить украшения жены? Слыши, черри, смотри, преклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. 204. Видишь ли, что здесь нет ничего чувственного, ничего телесного, все духовное? В самом деле, каким образом невеста есть и дочь одного и того же лица? Каким образом дочь может быть и невестою? В делах плотских этого не бывает, но иное то и иное это. А у Бога бывает то и другое вместе. Он сам родил церковь крещением и сам сделал ее невестой своей, слушай, черри, и смотри. Он даровал ей два блага, учение в словах и видение в чудесах и вере. Притом одно уже даровал ей, а другое обещал. Послушай, говорит, слов моих, посмотри на чудеса и дела мои и внимай увещанием. Какое же заповедь дает он ей прежде всего? И забудь народ твой и дом отца твоего. Так как он избрал ее из язычников, то прежде всего заповедует отвергнуть это родство, забыть о нем. Исторгнуть его из души. Не только бежать от него, но и не вспоминать о нем. И забудь народ твой и дом отца твоего. Словами народ и дом пророк выражает все. Там у них происходящая жизнь и учение. И вожелает царь красоты твоей. Видишь, что здесь говорится не о телесной красоте. Если сделаешь это, говорит, тогда будешь прекрасной. Тогда царь возлюбит красоту твою. Но этого не производит красота телесная. И у неверных мы видим телесную красоту. И между язычниками есть благообразная женщина. Дабы ты убедился, что здесь речь не о телесной красоте, он говорит, что она состоит в послушании ему. А послушание составляет не телесную красоту, но душевную. Если сделаешь это, говорит, тогда будешь прекрасной, тогда будешь любезной жениху. Потому что он есть Господь твой. Вот один и тот же является и отцом, и женихом, и Господом. Заповедом оставить отцов своих, забыть народ свой, отвергнуть родство. Он доказывает, что эти заповеди весьма справедливы, что в речи есть его великая последовательность, что это так должно быть. В самом деле, если и отец твой он, и жених он же, и Господь он же, то справедливость требует оставить всех других и прилепиться к нему. Не сказал, потому что он отец твой, но потому что он есть Господь твой, дабы тем особенно привлечь ее, что Господь, владыка и отец, благоволил быть и женихом ее. Что уже доказывает великое промышление и человеколюбие его? Что он благоволил быть ее Господом? Что он избрал себе ту, которая была рабою бесов и находилась под ихом заблуждения? И сделай не только рабою своей, но дочерью и невестою. Забудь, говорит он, народ твой и дом отца твоего, потому что ты идешь не к чужому кому-нибудь, а к тому, кто создал тебя, кто всех тех ближе к тебе, кто печется и заботится о тебе. И он Господь и отец твой. Он все даровал тебе и поклонится ему. И дочери, дочь Стира с дарами богатейшей из народа будут умолять лицо. Какая здесь речь? И связь речи превосходная. Здесь предлагается самое сильное убеждение. Приди, говорит, потому что велика сила его, и все будут повиноваться ему. Не говоря о всей вселенной, пророк указывает на соседний город, который тогда был предан нечестию. Был твердыней дьявола и весьма славился своим богатством. Отчасти он намекает на целое. Мне даже кажется, что он назвал так всякое нечестие и разврат. Писание обыкновенной именами городов выражает нравы людей. Так, например, «Слушайте слово Господний князья Содомский, внимайте закону Бога вашего, люди гоморские». Это говорится к иудеям. Но так как они совершали дела Содомские, то и называется садомлянами Исайя 1.10. И удивительно лишь, что оно прозывает их таким отечеством, когда дает им таких же и отцов. Например, когда говорит «Отец твоя Мария и мать твоя Хитиянка» из Икеиля 16.3. И на этом не останавливает укоризм, но даже не зводит речь к зверям. Как, например, в Новом Завете говорится, «Змеи порождение ехиднины и ветхом, яйца аспидов разбили, высиживают и ткут паутину». И еще «Так ли вы, сыны мои, такие, как сыны Этиопии стали для меня?» Амоса 9.7. «Так и здесь живущих нечестиво и развратно» он назвал тирянами. Но их, говорит, я преодолею, покорю себе. И покорю так, что они поклонятся, и не просто поклонятся, но и принесут дары и начатки, что составляет высший вид служения. И есть знак совершенной покорности. «И богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Что значит умолять? «Почтут, прославят те, которые теперь велики и высоки». Так и сбывается в церкви. Живущих добродетельно почитают и уважают все, даже и те, которые изобилуют богатством и знатностью, потому что добродетель выше всякого богатства. 205. «И вы видите, как церковь почитается всеми. Хорошо сказал пророк лицу твоему, то есть славе твоей, красоте твоей, великолепию твоему». Так как он упомянул о лице, одеждах и красоте, то чтобы кто-нибудь из людей грубых не стал представлять чего-нибудь чувственного. Далее, говорит, вся слава чери царя внутри. Стих 14. «Проникни, говорит, сердце ее, познай красоту души ее. О них я говорю тебе, хотя упоминаю об одежде, красоте, золоте, бахромах, драгоценностях и других подобных вещах. Но речь о сердце, учение о душе, слово о добродетеле, о внутреннем славе». Потом, когда уже вразумил грубого слушателя сказанными словами, он опять смело обращает речь к чувственным изображениям. «В испещеренной одежде ведется она к царю под именем золота». Порок опять разумеет добродетель. Так и Павел говорит, строит ли кто на всем основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, обозначая названиями этих веществ добродетель и порок. Чтобы ты не представлял себе таким заключающийся внутри, он не дозволяет тебе останавливаться на внешности, но устремляет мысль твою внутрь. Как тело, облеченное золотом, является прекрасным, так прекрасна является и душа, облеченная добродетелью. За ней ведутся тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем, с ликованием, входят в чертог царя. Видишь ли украшенную одежду, видишь ли золотое облачение цвет девства, это одежда церкви. И посмотри, с какой точностью, говорит пророк, так как не тот счастливый по основанию церкви просвел прекрасный цвет девства. Но уже после, спустя несколько времени, то он и говорит об этом после прочного. Когда сказал, что она забыла народ и дом отца своего, украсилась внутренней красотой и просияла добродетелью. Поэтому он и говорит, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя во след ее. То есть близкие не по месту только, но и по образу жизни, и по учению, согласные с ней. Какими нельзя назвать дев юридических, потому что они не близкие к этой царице. Приводятся с весельем и ликованием. Посмотри, как и здесь стияет апостольское учение, и у пророка раскрывается апостольское изречение. Какое же именно? А также вы, которые будете жениться, будете иметь скорби по плоти. Как эти имеют скорбь, так те веселья и радости. Замужняя должна заботиться и о детях, и о муже, и о доме, и о слугах, и о родных, и о свекрах, и о зитьях, и о внуках, и о многочаде, и бесчаде. Впрочем, теперь не время описать множество забот в брачной жизни. А дева, распявшись для плоти, отрешившись от настоящего, ставший выше забот житейских, удалившись от волнения мирского и кожедневно взирая на небо, наслаждается радостью духов, кушает веселье. Впрочем, пророк говорит не только о настоящем, но и о будущем, когда девы чистыми и светлыми светильниками выйдут навстречу жениху. Храмом царевым он называет здесь жилища царя и чертогами слоновыми, брачный чертог. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Так как он упомянул о народе, а так сказал, забудь народ твой и дом отца твоего, то желая показать, что она и в таком состоянии будет наслаждаться великим благоденствием, он прибавил эти слова. Бесплодные делаются матерью бесчисленных детей, хотя, так говорит, отторгнуты от родителей, но у тебя будут сонмы детей, столь славные, светлые, знаменитые, что они наполнят всю вселенную. 207. Мне кажется, что он говорит здесь об апостолах, бывших учителями церкви. Далее описывая силу могущества и славу их, прибавляя, ты поставишь их князьями по всей земле. Нужно ли объяснять эти слова? Я не думаю. А солнце не нужно говорить, что оно светло, а сказано яснее солнца. Подлинно апостолы обошли всю вселенную и сделали с владыками выше всех князей и сильнее царей. Цари господствуют при жизни, по смерти же теряют власть, а они по смерти еще более господствуют. Законы царей имеют силу в своих пределах, а заповеди рыбаков распространились по всей вселенной. Царь Ринский не может предписывать законов персам и персидским римлянам, а эти палестиняне дали законы и персам, и римлянам, и фракийцам, и скифам, и индийцам, и маврам, и всей вселенной. Законы их имеют силу не только при жизни их, но и по смерти. И принявшие их, скорее решились бы отдать душу свою, чем отступить от этих законов. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Пророк объяснил величие власти церкви пространством земли, обширностью вселенной, множеством покорившихся ей народов. Теперь объясняет достоинство церкви с другой стороны, именно тем, что она распространится не только по всей вселенной, но и на все века. Бессмертна, говорит, будет память твоя, начертанная в наших книгах, начертанная в общественном устройстве, начертанная в заповедях. Посмотри, как он пророчествует о продолжительности и собственного пророчества, потому что и эту мысль он выразил словами. Помяну, посему народы будут славить тебя во все веки, сделай имя твое памятным в род и род. Хотя я умру, говорит, но и по смерти буду воспевать тебя. Тело мое разрушится, а Писания останутся, и закон вечен. Посему народы будут славить тебя. Чем начал пророк, тем и кончил, то есть Христом. Посему. Чего? Того, что ты совершил столь великие дела, поставил таких властителей, обуздал зло, насадил добродетель, обручил себе наше естество, доставил такие неизреченные блага. Посему вся вселенная будет возносить тебе хвалебную песнь. Не в краткое время, не 10, 20 или 100 лет, и не в какой-либо части вселенной. Но земля и море, обитаемые и необитаемые страны, во все века будут печь, воссылая благодарность за дарованное благо. Будем же и мы благодарить за все это, человеколюбивого Христа, через которого и с которым отсутствует Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.